Безусловно, Буданов и другие, так сказать, видные лица из украинского руководства делают это специально, чтобы посеять и провокацию создать, нервозность повысить, что есть. А где-то американцы тоже самое делают. Они говорят, а у нас все источники. Есть они, нет, никто же не знает. Ты иди проверь. А нервозность ты в ночь в игру вкидываешь в тему. Так что с этой точки зрения, нет, ну это нормально, это такая допустимая вещь. Никто и не предполагает, значит, играть в нее с открытыми картами. Говори, что хочешь. Как в анекдоте и вы говорите, понимаете? Это как раз нормально. А вот что касается Кадырова. Вы понимаете, как? Ну, во-первых, он плохо выглядит. И природа этого плохого выглядит, я не знаю. Вот говорят, нефрит, почки отказали, диализ. Я не знаю. Я просто не знаю. Я вот просто смотрю на экран, как вы вместе. И вот у него дотловатое лицо. Явно как-то отдышка какая-то все время лежит. Ну, он и раньше, правда, лежал. Но сейчас как-то уже более логично выглядит, что он записывает ролики, лежит. Может, ему тяжело сидеть. Я не знаю. Я еще раз повторяю. Я вот сужу по его внешности. Может ли быть какая-то идея его устранения? Или не то, чтобы его лично устранить. Потому что он институциональный. Он возглавляет, в отличие от Пригожного, он возглавляет целый регион. Понимаете? Потому что он как бы формальное лицо государственное. Субъекта федерации. Российской федерации. Я думаю, внутри системы силовых структур им недовольны. И именно этой автономностью. Силовых структур Чечни. Конечно, недовольны. Они формально состоят... В составе Росгвардии находятся. Но кто скажет, что Золотов, возглавляющий Росгвардию, управляет людьми Кадыровой из его тейпов, командования этих батальонов. Ахмат и так далее. Ну, кто скажет. Там говорят, под ружьем у него непосредственно лично 20 тысяч. Ну, и вот то, что они набирали. Больше 40 тысяч. Якобы, я думаю, там гораздо меньше. То, что Алаудинов возглавляет. Ахмат в составе Росгвардии. Но там не чеченцы. Там разные. Там меньше чеченцев. Там в основном тех, кого... Саверти база была. Набирали со всей страны. За деньги нанимали, чтобы ехать в Украину. Свою часть он бережет. Он не расходует ее, потому что понимает, что в случае чего ему нужно кем-то прикрываться. Может ли это вызывать желание справиться с этой войницей? Знаешь что? Давай-ка мы заканчивать автономию в Северном Кавказе, в Чечне свои какие-то на вооруженные подразделения. Я думаю, да. Нужно ли для этого устранить самого Кадырова? Я в этом не уверен. Я в этом не уверен, потому что в случае, что поставь этот вопрос сам президент Путин жестко, ну как-то так, давай мы как-то все-таки встроим всех в нормальную систему вертикальной подчинения и так далее. Я думаю, он согласился. Он долго бы уговаривал, убеждал, что я тут борюсь с исламским подполем на территории Северного Кавказа. Мне тут, понимаете, нужно с сепаратистами, то да и сё. Настроение нестабильное в чеченском обществе. Наверное. Наверное. Но говорить о том, что он сам вот такая же жертва, как Пригожин, он ведь открыто не выступал. Я вам напомню, летом прошлого года, даже в сентябре, когда Харьковская операция закончилась тем, чем она закончилась для российской стороны, он был вместе с Пригожином. Они говорили Лапину, генерал-полковнику, бери автомат и иди в окоп, отвоёвывай обратно Лиман, отвоёвывай Балаклею, да, Балаклейку, изюм и так далее. Был такое? Мы же это слышали публично. Публично. А потом он от него отскочил. Ну, почему отскочил? Потому что вызвали в Кремль, он сказал, ты за этим не тянись, не надо тебе. Ты понимаешь, тот по своей парадигме идёт, по своей линии, а ты регионом занимайся, не надо тебе. И он сразу спрыгнул. Я вам напомню, даже был конфликт в начале мая, когда Пригожин в канун 9 мая заявлял, а мы с ними уйдём из Бахмата, раз вот нам снаряды не дают, тогда и уйдём. Он говорит, эээ, дружок, мы готовы занять твоими, но ты не вздумай так себя вести, заявил Кадыров. А потом это вылилось, напомню, позже в открытую претензию со стороны окружения Кадырова в том, что, значит, ты там, типа, про нас плохо выразился, не знаешь, чем занимается Батальон Ахмат. Было и такое, понимаете? И достаточно резкая пикировка была, и Пригожин, ответ Уткину прозвучал, что мы тут в первую и вторую кампанию с вами разобрались, мы и в следующую разберём. Ну, Уткина теперь нет, Пригожина теперь нет, Кадыров остался. Но является ли он выгодоприобретателем эту ситуацию? Не факт. Не факт. Я не думаю, что Кадыров от этого усилится. Вы смотрите, ведь система Кадырова, она имела влияние не только в самом Северном Кавказе. Общины и подчинённые Кадыровы работают во всех регионах, во всех субъектах Федерации, Российской Федерации. Занимаются и криминальным бизнесом, и некриминальным, и рэкетом, всем на свете. Причём, ну, такого масштаба. Это не просто на улице они там пирожковые, значит, чехлят. Нет, они серьёзно работают с государственными финансами, подрядами, вне пределов Чечни. В разных регионах. Ну, где больше, где меньше. Естественно, где позволяют, там работают. В Москве это точно. И это тоже многим не нравится. И местным элитам не нравится. Много кому не нравится. Могут ли они убедить Путина это изменить положение вещей? Да отчасти. Они могут сказать, что, слушайте, давайте с этим, вот, война и без того поставила на грани вот эти вещи. Зачем нам ещё рисковать? Да ещё и северно-кавказский регион, который предельно взрывоопасен. Кто его знает, как всё повернётся? Давайте мы всё-таки лишим его возможности что-то там решать и каких-то там куда-то направлять какие-то соединения и части, которые подчинены лично ему. Тем более, что, прямо давайте скажем, вот конкретно части Кадырова себя на этой войне не проявили. А что, они сильно себя проявили, что ли? Поэтому я бы сказал, не столько Кадыров может стать следующим, сколько вот Кадыровская вольность, Кадыровская вот эта индульгенция на преступление и на всё остальное, как это имел, собственно говоря, и Пригожин тоже, его структура чего-то авагара, вот с этим, видимо, могут закончить. Я бы вот сказал, что у этого вероятность есть. Ну, а что касается следующих жертв, они будут. Они просто не будут шумными. Вот этот генерал Житков, 58 лет, взял и умер. Вот вы можете определённо сказать, от чего он умер? И я не могу сказать. То ли сам, то ли не сам. Да неизвестно, не знаю я. Если генералы будут дальше умирать, слушайте, я не поручусь, не скажу, что они не умирают, потому что так нужно кому-то в спецслужбах или самому Путину. Я вам не скажу, я не знаю. Но то, что этим не ограничится, он определённо не ограничится. Почему нет? Вполне допускаю, что это всё продолжится. Всё, что вы рассказывали, всё то, что вы сейчас анализируете, начиная с истории Спригожина и, конечно, Кадыров. Ну, я не знаю, я бы сказала, что это какое-то продолжение, новая версия абсолютного бандитского Петербурга. Потому что нужно не забывать, мы же с вами говорим не о пацанах с подворотни, мы говорим с вами о военном преступнике, о президенте страны, о главе республики, о собственнике или бывшем собственнике частной военной компании, власть которого или сила которого распространялась далеко за пределы России, это и африканский континент. А в итоге это всё сводится реально к бандитскому Петербургу. И я очень надеюсь, что клановая борьба, или, как у нас говорят в Украине, борьба же об изгадюках, что это действительно приведёт к тому, что система изнутри разрушится. Не знаю, мне всё равно, кто кого траванёт. Ну и, конечно же, у этого должен быть какой-то катализатор, что-то, что их ссорит. Вы вспоминали критику и Пригожина, и Кадырова. Это, конечно же, по горячим следам действительно того, как российские ваньки разбегались, например, с харьковского направления. Сейчас что мы имеем? Я, к сожалению, в отличие от российской пропаганды, не могу рассказывать о том, что мы завтра дойдём до Лиссабона и захватим всё НАТО. Но, тем не менее, факт остаётся фактом, прорванная в определённых местах первая линия обороны. Мы там не использовали в основном свою тяжёлую технику, она была там абсолютно бесполезна. Сейчас как раз это всё будет массово вводиться, несмотря на то, что абсолютно все и Минобороны, и Путин, и Лукашенко рассказывал о наших потерях. В общем, на самом деле они достаточно скромные, и дальше будет интересней. Марк, а здесь мы снова скажем, что даже вот такие победы, скорее всего, или на Запорожском, или более ближе к Херсонскому направлению, это тоже ни на что не повлияет. Но когда, чёрт возьми, Путину скажут, ну ты не генерал, ты абсолютный провал, и мы только отступаем. Мы находились долгие месяцы в обороне, а теперь нам снова нужно бежать. Смотрите, в представлении Путина не всё так плохо. Он же не считает, что успехи урожайным или Работина – это катастрофа для фронта, и фронт рухнул и побежали. Понимаете? Они же так не считают. Они считают, что да, контрнаступление не выглядит так, как они публично заявляют, что он провалил, что там всю технику уничтожили западную, всех солдат убили. Это понятно для плепеста, так сказать, эта история. Но с точки зрения их логики, ну а чё, мы вытормозили, а так бы они взяли Мелитополь к концу августа, они его не взяли. Они Мариуполь бы взяли, они не взяли, Бердян взяли, они его не взяли. Так что они не считают, что они вот, ну скажем так, да, это не успех в том смысле, что они сами захватили, взяли Харьков, Купинск, я не знаю. Но они не считают, что это проигрыш. Они сказали, ну вот под таким давлением, при такой мощи натовской помощи, тем не менее, мы вот потеряли не так много. Вот в их представлении это ок. Почему? Потому что они нацелены не на военную победу. Нет этого, что они там дойдут до Киева и его возьмут. Нет. Ну где? В чём это выражается? Как? Даже если они проведут мобилизацию, они берут несколько сот тысяч человек. До Киева они не дойдут. Это не сработает. Они могут прорвать что-то, они могут где-то, так сказать, удержать даже оборону. Но этого недостаточно, чтобы взять Киев, чтобы взять Украину. Этого недостаточно. Они не смогут этого сделать. Есть ли там это понимание? Ну, у военных точно есть. А как же нет? Они сидят, считают, что у них перед ними лежит раскладка у кого, чего, кто, как, где, на каких направлениях, что. Является ли этот результат удовлетворительным для Украины? Для Украины? Да. Украине-то некуда деваться. Ей спешить, что? Она экономит людей, двигается в ходе контрнаступления к воде, к Азовскому морю. Ну, а что ещё делать? Ну, вот с таким темпом, который есть. Проблема в Западе. Потому что Запад хочет более интенсификации результата. Ну, максимизации. Почему? Потому что у них свои проблемы с общественным мнением, с выборами, со всем остальным. В данном случае, так сказать, нетерпение проявляет Запад. Ну, что Москва? Москва, она где была, там и есть. А украинцы тоже самое, так сказать. Освобождать землю им хоть 10 лет, хоть 100 освобождать. Всё равно приходится освобождать. А вот у Запада какие-то свои временные сроки и свои соображения по этому поводу. Понимаете? Как выиграть выборы? Как не подставиться в связи с компанией в Украине и помощью Украине? Ну, отрицать это же глупо. Мы же это наблюдаем. Они же об этом говорят открыто. Об этом говорит киевская руководство. Кулеба об этом говорил. Зеленский на встрече. Кулеба сказал, осень для нас будет тяжёлая. От министра иностранных дел. У нас повысится давление к понуждению к переговорам. Это говорит о чём? О том, что... Ну, вот сейчас вот эта встреча была на границе украинской, польской. Где встречались первые лица, залуженные встречался с Радакинами и остальными. То есть, это говорит о чём? О том, что, безусловно, у Запада какие-то свои соображения. Относительно очень многих аспектов хода кампании. Понимаете? И контрнаступление, и всё, что с этим связано. А не учитывать это невозможно. Потому что от этого зависит очень много вещей. И поддержка Украины, и финансовая помощь, и вступление в НАТО. Ну, много чего. Поэтому, на самом деле, военные успехи, которые ищет Запад, которые хочет увидеть Запад, они должны быть более впечатляющими, более масштабными. Конечно, это может быть и является ошибочной позицией, слишком самонадеянной. Но им это надо из политических соображений. Не из военных, а из политических. И я думаю, что это может быть проблемой осени. Это может быть проблемой, потому что осень – активный политический сезон. Начнутся разного рода дискуссии, дебаты, в прессе, в официальных кабинетах. И лейтмотивом, к этому надо приготовиться, будет звучать о том, что если мы не можем победить Москву, если не можем деоккупировать военным путем, отбить эти 19%, давайте искать альтернативный способ. Вот так осторожно это будет звучать. Это уже звучит. Но это будет сильнее звучать. Понимаете? И Украине придется приложить невероятное количество усилий, чтобы этому противостоять. Понятно, какие у них есть средства давления. У них есть средства давления для поставки оружия, которая для Украины критически важна. Потому что без въездов новых вооружений, без диверсификации, и самолеты, и ракеты большей дальности, очень сложно добиться вот этого максимального результата. Будем говорить прямо. Не нужны эти средства. И Ф-16 нужны, и Атакамс нужны, и Таурусы нужны. Поэтому нужно проявить чудеса, и военные, и дипломатические, для того, чтобы противостоять этому давлению. Да, тут важно сказать, что и некоторые кандидаты в президенты в США, для нас, пускай они достаточно новые люди, и мы их воспринимаем на данный момент как маргиналы, но это внутренняя американская политика, и мы не можем делать никакие прогнозы, кто действительно у них там победит. Все-таки это не Россия, где уже Песков сегодня говорит про 90-процентные результаты у Путина. Там будет борьба. И там тоже говорят вещи, которые абсолютно на голову не натягиваются. В общем, и, конечно, это звучит для нас крайне странно. Но при этом, Марк, ведь мы с самого начала говорим, что если бы Путин получил то, что он хотел, а сейчас мы видели все, значит, там расшифровки разговора и Шольца, и с Макроном, когда он там в первой неделе, он говорит, ну просто оставьте за мной все оккупированное, ну а дальше, значит, договоримся. Но ведь так не бывает. Аппетит приходит во время еды. То есть ты там сначала начинаешь с части Украины, потом ты снова говоришь, а зачем вы там потенциально берете Швецию и уже взяли Финляндию в НАТО отваливать, и дальше. Я просто не понимаю, как так быстро западный мир откатился от идеи того, что будет только хуже. То есть ясно, что мы всегда придем к тому, что у России ядерное оружие, и на самом деле самая большая опасность от Китая. Но ведь и здесь, если пойти, если уступить, если сказать, давайте остановимся на какой-то черте и зафиксируемся, это и есть проигрыш Запада. В какую обертку ты его не упокоишь, все будут понимать, что, черт возьми, Запад проиграл. А это мы, это наше собой, это мы так считаем. А на Западе они вариативнее к этому подходят, вариативнее. То есть реал-политик вполне допускает, что война же не у них на территории идет. Понимаете? Не им жертвовать территорию, не им жертвовать населением, находящим под оккупацией. А насколько это цинично звучит? Конечно, цинично. Но цинично звучит. Но что мы? Мы ждем чего? Что Запад будет таким же, как обычный рядовой украинец на фронте, поддерживающий единство, победу и все остальное. Ну, так не бывает. Так не бывает. Вы понимаете, так сказать, это сложно устроенный мир. Мир политической демократии. Я объясню, что вот этот вот сложно запоминаемый фамилий Рама Свами, такой, знаете, был такой, знаете, в Украине был такой жулик Иоанн Свами. Мария Девья Христосова, знаете, была такая? Был Иоанн Свами. Да никто не помнит, вы что? Они в тряпках этих ходили, как это? Марля. Марля такой ходили, все время замотанная. А оказалось, он, значит, бывший участковый, а она была вообще не пойду. Мария Девья Христосова. А она сейчас буддистка какая-то, не знаю. А тут вот Рама Свами, Рама Свами, Вивек причем. Думаешь, откуда в американские, республиканские... Кстати, говорят, по опросам выиграл эти дебаты. Я не знаю, правда, неправда, ну как, пишет пресса, ладно, окей. Прямо заявляют, что надо отдать и Крым, и Донбасс, и вообще прекратить поставки вооружения, и война остановится. Ну так по виду идиот вообще, в принципе, так по виду. Хотя, кто его знает, может специалист, но неважно. В общем, смысл в том, что, понимаете, там же он же ведь тоже не сам по себе. И Трамп не сам по себе. Да, они высказывают точку зрения какого-то окружения. Да, к сожалению. Нет, и внутри республиканской партии, может быть, нерешающей, может быть, но и настроение внутри общественного мнения. Если бы он в разрез шел с этим общественным мнением, устал бы он такое говорить с самоубийством? Нет. Более того, я повторяю, ИПСОС проводит опрос. Зайдите, почитайте, посмотрите. Страсти в Европе тоже меняются. А почему? Все очень просто. Усталость от войны. Усталость. Я каждый день это вижу. Я живу во Франции. Я об этом говорю не потому, что мне нравится об этом говорить. Мне не нравится это все. Я встречаю там какие-то, и они там начинают задвигать про Путина. А что Путин? Ну и что Путин? И ты не воздействуешь. Он дает убийца-извращенница. Это бесполезно. Понимаете, украинцев не надо в этом убеждать. А в Европе, знаете, очень разные настроения. Очень в этом смысле разные настроения. Есть усталость от войны. Это правда. И они как раз, эти правительства, эти политики, они балансируют между своими желаниями помочь украине и одновременно меняющимися настроениями. Это надо понимать. Если это не учитывать, если говорить, знаете, засунув голый песок, нет, весь мир с нами, они готовы до конца с нами идти, ну, это чревато поражение. Вдруг неожиданно выяснится, что у нас патронов не хватает, понимаете? Вот поэтому эти вещи надо обязательно учитывать, надо, так сказать, взвешивать, понимать. Люди крутящиеся в этом во всем, варящиеся, они это все знают. Они все эти настроения знают. На разных мероприятиях, на которых я участвую, это звучит. Ну, а что? А что, война до какого конца победного? А если он через 10 лет победный конец? И что? Вся там Европа, Америка, что они должны? Ну, помогать. Ну, да, помогать. Но это как? Просто эту мясорубку продолжать и продолжать, вот так это звучит. А что, другого способа неприемлемо, невозможно найти? Ну, если невозможно эту российскую армию изгнать с территории Украины. Вот так это звучит. И поэтому я и говорю, что здесь нужно эти настроения учитывать. И американские выборы, ну, если хотите, это один из решающих факторов. Изменение этих настроений. Понимаете? Байден не хочет входить в предвыборную кампанию, кто бы ни был его конкурентом. Например, даже Трамп. Своюющий Украиной, полыхающий, да, с такой идентификацией жертв и поставкой наружений, расходов и всего остального. Но он хочет сказать, зафиксировать. Вот мы добились, Украина спасена. Они собирались ее захватить, они ее не захватили. Ну, да, остался кусок 18-19% оккупированной территории. Но мы сейчас вот прекратили бойню и пытаемся, значит, выкрутить руки Москве, чтобы она отпустила на все четыре стороны Украину. А вот, как бы, какой-то вопрос останется нерешен, подвешен. Вот приблизительно куда это все идет. Как я это вижу. Как я это вижу. После выборов там своя будет. Если он останется на второй срок, может, он и изменит. И Панель скажет, а, не, 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 мы не согласны. А вот, а давайте-ка вот, вернитесь, все-таки Крым и Донбасса. Мы не знаем, это будет в ноябре следующего года. Кто выиграет, как пойдет дела. Ну, невозможно это прогнозировать. Но на сегодня эти настроения внутри даже демократической администрации место имеют. Протагонистами этих идей являются и глава ЦРУ Бернс, и Джек Салливан, Советик по национальной безопасности. Они и высказывают эти идеи. Поэтому, как бы, безусловно, в Украине и планирование военной кампании дальнейшей, и подготовка к контрнаступлению весеннему со стороны Украины, и подготовка к обороне, к октябрьскому, как его анонсирует Москва, наступлению. Нужно все это планировать с учетом вот этой меняющейся ситуации. Просто ее предусмотреть. Сейчас я уверена, но в комментариях придут люди и напишут, что вы разгоняете за Раду. Но, друзья, к сожалению, там мы же слышали заявление. У меня постоянно на канале об этом. Извините, что я перебиваю. Постоянно об этом говорят. Люди почему-то считают, что если, знаете, это как в терминальной стадии РАК. Если о нем не говорить, то ты и не умеешь. Так не бывает. Если вы обсуждаете проблему, ищете вариант ее решения. В разных плоскостях у власти она знает, что делает. Она там вам не расскажет, что она делает. Они свое предпринимают. Но общественное мнение, которое не вовлекается в это противостояние, оно получается себя демобилизует тем самым. Это на разных уровнях должно происходить. Эти настроения должны укрепляться на разных уровнях. И об этом как раз наоборот надо говорить. Говорят, вот смотрите, вот это делают. Вот так вот наставят. Вот это предлагают. А это неприемлемо. Потому что это чревато тем-то и тем-то. И если люди этого не поймут, ну, в какой-то момент они столкнутся, что патронов не хватает. А как здесь патроны выявят? Ну да, это история как и теплой ванной, и голова в песок. Мы все не хотим слышать, что нас могут... Ну, для нас это предательство. Для них это действительно реал политик. И нам хочется верить в то, что не может быть такого исхода. Но нужно готовиться к тому, что просто мы должны быть очень активны. Потому что в любом случае и наши политики, обращаясь к украинскому обществу, говорят о неком расслаблении. И акции на Западе, мне кажется, что очень давно от украинцев приутихли. То есть это тоже зона нашей ответственности. Там, где могут копать наши зрители, должны копать наши зрители. Но вы упомянули, Марк, про наступление Октябрьское. Я хотела бы этим закончить. То есть ясно, что там есть заявления от некоторых российских пропагандистов и так далее. И мы очень много слышим и понимаем, что будет мобилизация. Хотя мне кажется, что это все-таки факторы черных лебедей больше для кремлевской власти. Нельзя, они так этого опасаются. И оттягивают, и, скорее всего, все равно она будет тоже скрытая частично. А что это за наступление? Куда они собираются идти? Не то, чтобы снова такие. Я там, значит, как украинская пропагандистка рассказывала о том, что враг не пройдет. Нет, эта война, она очень динамичная. И российская армия супер большая. Они могут многое. Но куда на этот раз они собрались? Ну, слушайте, этого я, конечно, знать не могу. Но они же обозначают линии, так сказать. Они 120-тысячную группировку собрали на направлении на Востоке, на Ступинск-Криминайс-Ватва. Да, у них там пока ничего не получается. Никто не видит там каких-то впечатляющих успехов. Это же не Харьковская операция, которая имела место в прошлом году в начале сентября, которое провело ВСУ. Нет. Ну, а ниже направление обозначают. Тоже понятно, почему. Потому что ближе к границе больше логистика, эффективнее работа. Подтянуть составы с вооружениями и так далее. Ну, как бы логично. Ближе просто плечо. То есть, ну, как бы ясно, что они хотят эту Купянскую зловую вернуть себе станцию. Важная развязка. Ну, и так далее. Понятно. Я не знаю, каким будет направление. Двинуться они на Харьков или будут на этом направлении продолжать свое наступление. Они говорят об этом. Это же не я говорю, что они в октябре. Это они заявили. Ну, слушайте, они могут врать. Могут специально пропагандистски это разгонять, чтобы убедить Запада. Закошмарить. Что давайте лучше договориться. Иначе мы не пожалеем и сто тысяч уложим, и пятьсот миллион. Это с одной стороны. А с другой стороны война же она так развивается. То одни контурно наступают, то другие наступают. Если кто-то не победил сразу. Логично. Могут они готовить такое наступление? Герасимов может его разрабатывать? Может. Может. Не хватает ему для этого личного состава? Очевидно, совершенно не хватает. Нужно еще по меньшей мере сто, двести тысяч где-то взять. Может он тогда готовит. Могут они там выбирать направление там, ну, не на Киев, естественно, но куда-нибудь на Харьков? Могут. Могут. Я не знаю этого, но я повторяю, так сказать, им нужно что-то демонстрировать. Им нужно все время показывать. И Путину, и народу. Поэтому, ну, конечно, планы, вы же знаете, как в Генштейне, вот лежат там тонны папок. Вот сейчас вот делаем это, это, то, а вот у нас есть, например, вы где-то ждете, где-то новое напишешь. Ну, это происходит? Да, происходит. Говорить о том, что они таких планов не рисуют? Ну, почему? Ну, как? Будут ли они проводить мобилизацию, да? Ну, логично, что да. Иначе зачем они всю эту весну и лето изменяли законодательство, какие-то там вводить? Там организационные мероприятия идут. Они там, например, электронный документ оборот вводят активно сейчас в военкоматах и вообще в военном учете. Ну, что вот эти повествочки, помните, как-то теперь можно не приносить, а там бросил госслуги и все. И с этого момента уже и выезжать никто не может, и то не может, и это не может. Так что, конечно, работа эта идет. Реализуется ли она, перейдет ли она, конвертируется в реальную мобилизацию, частичное продолжение, или объявить все общие. Ну, я не знаю, это уже слова. Какое захотят такое объявить? Ну, могут. То есть, для этого есть предпосылки. Понимаете, предпосылки для этого есть. Им не хватает солдат. Им не хватает личного состава. Не хватает. Для того, чтобы, ну, хотя бы на каких-то участках обеспечить полноценное контрнаступление. Ну, наступление свое. Захватывать территорию, пусть даже и уже покинутую. В полной бессмыслице. Ты потерял в ходе Харьковской операции, сейчас обратно хочешь в эту сторону идти. Но никто об этом не думает. Жизнь человеческая ничего не стоит. Для них это вообще не вопрос. Народ не бунтует. Народ, извините, не дезертирует массу. Ничего не происходит. Почему бы им это не делать? Вот почему бы им это не делать? Каким таким моральным уязвлением они должны страдать, чтобы сказать, нет, нет, мы не пойдем на такую операцию, потому что много людей погибнет. Да вообще чихайте вам вообще. Вообще наплевать. Хоть в полстраны сдохнет. Поэтому, ну как, ну так же оно же и есть. Поэтому я думаю, что следует, опасаться, следует говорить, что они могут такое предпринять. Я в такое верю. Во всяком случае, это в их логике находится. Когда они это сделают? В октябре, раньше, позже? Я не знаю. Не знаю, потому что это приходит в голову одному человеку. Они там докладывают, может, и каждый день. Он вот сказал, вот сейчас будем делать, а вот сейчас сделаем. В любом случае, Украина должна учитывать все эти обстоятельства для того, чтобы подготовиться, и уже разговор идет. И следующая волна мобилизации в Украине. То есть, это, безусловно, реакция на все эти планы. На все эти планы. Но, повторяю, работают ведь комбинации из военных усилий, дипломатических, специальных, если хотите, спецслужб, действий. Безусловно, это все может и ломать картину, а может ее, наоборот, создавать. Так что, посмотрим, как будет. Я не хочу раздавать какие-то нелепые прогнозы, которые там могут мне оправдаться. В прошлом году, видите, 25 сентября, когда они объявили эту мобилизацию, я, например, не считал, что они 21-го проведут эту мобилизацию. Я считал, что они, ну, там, дотянули до ноября, декабря. А теперь-то мы понимаем, что по-другому уже было невозможно. И де-факто уже все проиграли к тому моменту. Ну, как бы, они увидели Харьковскую операцию. Она началась в начале сентября. Они увидели, что потеряли уже такой приличнейший кусок территории. Это 11 тысяч квадратных километров. Стало понятно, что если сейчас мобилизацию не провести, вот мясом не забить. А первые люди уже поехали, там, к концу сентября уже были на фронте. Вот эти пеньки. Они все погибли, естественно. Но за счет вот этого мясных заслонов они как бы сумели и сдержать там, и тут где-то чего-то. И как-то, в общем, переформатироваться. И уже к началу года уже пытались что-то там такое занимать. Силами ЧВК Вагнера в час, Солидар, Бахмут и так далее. Вот все их достижения в ходе так называемого наступления. Поэтому можно исходить из того, что они сейчас руководятся теми же соображениями. Что мобилизация может дать дополнительный резерв, который обеспечит, ну, хотя бы вопросы обороны. И частично где-то там наступление на каких-то участках, на каких-то направлениях. Так что я в это верю охотно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!